Все, ура! Маршруты открыты! К этому моменту в заповеднике Утриш шли около 7 лет. Начали с разовых акций, потом принимали заявки от школ, вузов, детских оздоровительных лагерей. Со временем сложились три пеших маршрута разного уровня сложности. Один из них вдоль береговой линии. Есть конная прогулка. Скоро запустят морской маршрут к водопаду Жемчужной, который находится прямо на берегу. Нельзя от людей прятать то, что есть. У нас, во-первых, организованный туризм. Меры безопасности доводятся. Люди подписывают, что они ознакомлены с мерами безопасности. Заходят на территорию заповедника, не сорят, не бросают бумажки, не рвут листья, не шумят. Аккуратно проходят, смотрят природу, приобщаются к этой природе и уже с новыми силами возвращаются обратно. Одним из первых на этом маршруте туриста встретит можжевельник, которому не менее 500 лет. Этот вид, как и два других, которые произрастают в заповеднике, очень древние. Они в больших количествах выделяют фитонциды, вещества с антибактериальными свойствами. Большая часть дороги проходит под пение цикад. А это логово муравьиного льва. Взрослая насекомая, вегетарианица. Личинка караулит муравьев и затягивает в ловушку. Как выяснили в заповеднике, одна из задач – доказывать, что в природе не бывает злых или плохих растений и животных. Эмпузо в переводе с древнегреческого означает «чудовище». Раньше пугали, в принципе, маленьких детей этим насекомым, потому что напоминало что-то страшное такое. Эмпузо полосатая – вид богомолов, который ловит мелких насекомых на специальную приманку, издалека похожую на каплю воды. В заповеднике можно встретить десятки обитателей. Само собой, раз на раз не приходится. Даже по одному маршруту экскурсия всегда получается разной. В этом случае – конечная точка – каньон. Ученые считают, что он образовался в результате мощного землетрясения. Отколовшийся кусок сполз в море, сформировав лагуну в Большом Утрише. В заповеднике говорят, что ежедневно готовы принимать по несколько групп на каждый из маршрутов. В случае необходимости на помощь сотрудникам готовы прийти волонтеры. Они прошли специальные курсы, чтобы отдыхающие смогли открыть жизнь за пределами пляжей. Александр Ребека, Михаил Григорьев, Анапа. Регион.